Друзья, всем привет-привет! С вами я, Татьяна Нагорнова, и сегодня у нас будет видео, где я покажу худшую косметику за последние полгода. У меня уже был на канале лучшая косметика и самая любимая, которую я купила. И сейчас будет подборка худших из всех новинок. И, возможно, вам эта информация поможет, когда вы будете свои покупки совершать. Обсудим, что мне не понравилось, какие у меня есть претензии. Если вам такой контент нравится, то подписывайтесь на мой канал. Также в связи с замедлением ютуба я возобновляю ведение других социальных сетей, таких как ВК-видео, Рутуб и Дзен. Ссылки на все будут под этим видео, а также они будут в закрепленном посте в моем телекрам-канале, в котором, кстати, я тоже публикую очень много различных скидочек, промоконтиков, поэтому туда тоже подписывайтесь. Ну и давайте будем начинать. Я тут уже целую корабульку подготовила с теми продуктами, которые мне не очень понравились. Ну и также будет у меня косметика, от которой я уже избавилась и продала. Я ее просто записала в виде такого списка, поэтому буду вставлять либо фотофрагменты, либо видеофрагменты, где я ее показывала. И, наверное, давайте начнем как раз-таки с такого продукта. Это матовая помада от Лизы Элдридж в оттенке Блаж. Что-то у меня вообще никак не ладится с этим брендом, с Лизой Элдридж. Я знаю, что ее все супер обожают. Это такой же уважаемый бренд среди мейкоп-любителей, как и Том Форд, но у меня с ним не складывается. Конкретно Лизы Элдридж помада, во-первых, она была сильно темнее, чем было показано в фотографиях на сайте самого бренда. Во-вторых, во время долгого разговора она некрасиво трескалась по центру губ. У меня где-то даже есть видео, я, возможно, его сейчас сюда прикрепляю, где я снимала прямой эфир в этой помаде, и под конец уже она выглядела не очень. Поэтому от этой помады мы избавляемся. Далее, новинка у нас в магазинах, и не только у нас, это обновленная линейка от бренда Мейкоп Форево. У нас вышли бронзеры, румяны и хайлайтеры. Какого качества бронзеры и румяны, я не знаю. Я себе заказала хайлайтер в оттеночке вот таком H140 Sparkling Quartz. Называется это хайлайтер Artist Highlighter. Что мы видим? За достаточную немаленькую сумму, во-первых, здесь не супер такая люксовая упаковка. Особенно если мы посмотрим, как сделана крышка внутри. Это очень так бюджетненько. Пластик тоже такой дребезжащий. Зеркало нам также не положили. Ну и сам хайлайтер, если честно, мне тоже абсолютно не понравился. Это такой светленький хайлайтер с розовым, доохромным бликом. Но он очень-очень скромный. Вот в растушевке его еле-еле заметно. Даже сравню с аналогичным хайлайтером от Pat McGrath. Чтобы вы поняли, о чем я говорю. Ну, здесь Pat, здесь у нас Make Up For Ever. Но мы его даже с вами не видим. Настолько он бледненький, невнятный. Как вы видите, я уже подготовила. Даже вот если наслаивать, но он все равно будет не такой блескучий, как у Pat. Поэтому я подготовила уже упаковочку. После этого видео буду практически все, что я здесь показала, я буду продавать. Потому что у меня нет такого желания хранить у себя продукты, те, которые мне не нравятся. Которыми я не пользуюсь, чтобы они просто мертвым грузом лежали. Так, следующее. Идем. Это будет блеск от Esamaya. Я, наверное, буду переключать кадры из тех, что у меня есть в наличии, на то, что у меня нет. Этот блеск я уже продала. Он был достаточно дорогой. Я его брала за 4 500. Это ужас. Вот такой он черненький, с красивыми блестками. По факту его было очень сложно нанести без пляшей по всем губам. И плюс, там был очень яркий перцовый эффект увеличению губ. Настолько он был яркий, что мне в этом блеске было ходить невыносимо. Но тут все очень индивидуально. Я видела позитивные отзывы на этот блеск. Кто-то ходит и говорит, что да, немного пощипывает, но не критично. Мне лично это было критично. Поэтому я буквально один раз воспользовалась и сразу продала, не затягивая. Идем дальше в мою коробочку. Здесь у меня лежит блеск от Cloran Sleep Perfector в оттенке 25. Конкретно этот мне очень понравился. И он красиво выглядит и на губах. Прекрасно пахнет. Губы с ним очень и очень красивые. И вот после того, как мне очень понравился 25, я решила купить по видео из ТикТоку 23 оттенок, который называется Помигранат. И он очень некрасиво на мне смотрелся. Какой-то гиперяркий, не красноватый. Знаете, красный блеск для губ с блестками – это вообще такая сомнительная тема. Почему-то в ТикТоке на девушке-брюнетке это выглядело хорошо, но это неудивительно. На мне выглядело не очень. Поэтому здесь не этот оттенок у нас. В эту подборку попадает Cloran Sleep Perfector в 23 оттенке. Возможно, подойдет брюнеткам, и то это не точно. Идем далее. Далее у меня здесь румяна от Love Generation. Оттенок 01. И мне очень понравился этот бренд. У них, правда, очень много хороших, толковых продуктов. Мне почти все, что я пробовала, мне понравилось. Но вот эти румяна мне не зашли. Я знаю, что у них в бренде есть и другие кремовые румяна. Наверное, лучше их будет рассмотреть. Вот этот Chic Slime, он слишком какой-то вазелиновый, кремовый, слишком светлый. Немножечко тон разъедает. Один из самых худших вообще, в принципе, кремовых румян, которых я пробовала когда-либо в своей жизни. Поэтому страдать и пользоваться не очень качественным продуктом мне не хочется. Буду от него избавляться. У нас будет вот такая палетка от бренда Viseart, которая называется Tireon. Вышла она не так давно. Я показывала как раз-таки на покупке к 8 марта эту палетку. Покупала ее совместно вот с этой Валет, в Аспертин. И если вот эту я еще до конца не раскусила, то с палеткой Tireon я делала на Boosty отдельный макияж. Могу вам вставить как раз-таки фотографии этого макияжа. Друзья, это было ужасно. Там матовые, какие-то грязные, не тушуются. В этой палетке также был один из доохромных оттенков. Ну, вот что-то наподобие такого, да, синий на темной подложке. По факту, когда ты начинаешь нагласно носить, вот тут вот нет такого. А там было, оставалась просто какая-то грязь, серая, синий оттенок, блестки практически мгновенно слетали. И это были практически самые худшие тени, которыми я пользовала за последнее очень долгое время. Очень была расстроена и быстро продала. Идем далее. И здесь у меня дальше будет бренд Ник Мале. И целых три продукта. Я тут готовлю большой обзор на этот бренд. И, наверное, в следующем видео как раз-таки его и буду снимать, потому что мне хочется вот это продать. И Ник Мале, в принципе-то, бренд неплохой. Там есть много чего хорошего. Например, мне понравились вот эти карандаши для губ, карандаш для бровей, что краска для бровей мне понравилась. Но за вот эти три продукта я дала в районе 5000 рублей. И мне безумно жаль своих денег. Честно, это пятерка, которую я потратила просто в никуда. Давайте начнем, наверное, со скульптора, который называется «Нескромный» номер 52. Конечно, название как бы нам намекает, что он будет не скромный, а именно темноватый. Но когда я выбирала это все на платформах, то у них было два оттенка скульптора. Так, сейчас ему приблизим. Первый оттенок 51, он называется «Нерыжий». Так как я люблю теплые оттенки, мне не рыжий, ну вообще не привлекает, потому что я терпеть не могу. Сероватые скульпторы, они на мне наоборот дают какую-то усталость, грязь, пыль. Мне некрасиво. Поэтому вот, судя по этому сводчу, да, смотрите, вроде бы 52-й, не такой уже темный. Мне показалось. Кстати, возможно, так и есть. Возможно, вот сейчас выпадает. Но по факту он пришел, ну супер темный, его тяжело растушевать. Давайте я вам дам еще такой спойлер, что все, что вы здесь увидите, это не объективный обзор, а субъективный. Я не спорю, что кому-то такое пойдет, но по сводчу, который был именно представлен в магазине, мне не показалось, что он настолько темный. Это прям очень-очень темный оттенок для сильно загорелых людей или с темным оттенком кожи. Я сейчас достаточно основательно на авто загарилась, наверное, уже в два или в три слоя, поэтому моя рука достаточно темная, и он вроде бы даже не так плохо смотрится. Но по факту этот оттенок, он просто супер темный. Также он, к сожалению, пылит. Вот тут вот видно, да, что все это пылит. Он может залипать. Бывают даже темноватые скульпторы, которые можно легко без пятен растушевать. Этот у меня растушевать без пятен не получается. У меня и отдельное разочарование. Эта упаковка стоит 1400 рублей. И я видела, что это похоже на упаковку от Шарлотта Тилбери. Думаю, интересно, в каком качестве сделан футляр. Согласитесь, форма похожа, но тут мог быть достаточно, например, качественный пластик. Но нет. Это... Ну, оно чувствуется достаточно бюджетно. Ну, не могу сказать, что прям ужасно. На четверг. Общее впечатление какое-то не очень. То же самое могу сказать про румяна. Смотрю, что сейчас румян появилось больше. Когда я заказывала, там было буквально два или три оттенка. Сейчас линейка расширилась. Аж вот до таких размеров. И тут нормальные сводчи они сделали. Опять-таки, когда я брала, их не было. 102 оттенок. Этот вот, этот самый темный. Ну, и опять те же самые проблемы. Тогда были фотки, по которым было непонятно, что этот оттенок не будет темноват. И он достаточно плохо тушуется. В общем, я осталась недовольна. Вот так же, какие у меня были трудности с румянами RBG. Они все здесь и остались. Ну, и последний наш лот. Это палетка теней, которая с какого-то корейского бренда взята. Опять-таки, это не оригинальная упаковка. Она достаточно такая дребезжащая, дешевенькая. Вы никогда не перепутаете эти футляры с какими-то дорогими брендами. Ну, то, что тут все понятно. Вот даже если сравнить с другим российским брендом Lig, вот тут намного футляры более такие качественные, чем у Никмале. Ну, и я взяла палеточку теней. Оттенок это 201. Но она такая, знаете, никакая. За 2200 рублей я не понимаю. Зачем так дорого? То есть, в принципе, не могу так сильно придраться. Да, ну, такая обычная, ежедневная палетка без особых каких-то сияшек. Тут два сатинчика. Без особых каких-то ярких матовых. Да, сойдет на каждый день. Но по совокупности качества самих теней и упаковки 2200, что я отдала за эти тени, я считаю, это очень дорого. Не знаю, может быть, 1200 рублей я была бы за них готова отдать. Без сожалений. За 2200, к сожалению, у меня предостаточно. И несмотря на то, что качество неплохое. Так вот смотрю, сейчас они стоят уже 249. Но я брала, было чуть дороже, 2200. Мне не понравилось. Упаковочка средненькая. Качество теней средненькое. Непонятно, за что платить. Поэтому тут идем мимо. Так, далее. Два корейских продукта, о которых я уже избавилась. Это помада Muzigaya Mansion. Блеск, помада-блеск. И корейский хайлайтер от бренда Amuse. Muzigaya Mansion. Не очень хорошего качества этот тинт мне не понравился. Он вот так выглядит. Свочится. Он тоже, ну, как-то не очень так симпатично. В общем, если хочется вам какие-то корейские продукты приобрести, я от всей души советую, например, вот такие тинты Клео. Они дешевле сильно стоят. Практически в два с лишним раза. И качество у них лучше. То есть вот этот Muzigaya Mansion мне по качеству супер не понравился. Быстро от него избавилась. И корейский хайлайтер от Muzigaya Mansion. Он был очень красивый. Вот так свочился. Но была очень такая дребезжащая, дешевая упаковка. Ну, вот как у них манья примерно. При этом за достаточно дорогую цену. И мне не понравилось. Совокупность цены и качества мне абсолютно не зашла. Я считаю, он своих денег не стоит. Далее идем. Давайте покажу вам палетку из моей коробочки. Это была палетка Pretty Grunge. Я получила где-то в январе. Что-то наша дорогая Хода сдает позиции. У нее уже вторая палетка, которая особо людям не зашла. Ни по качеству, ни по цветовой гамме. И вот этот Гранж не стал исключением. Я видела, что были блогеры, которые писали хорошие обзоры на эту палетку. Но когда я ей делала макияжи, а я где-то месяц ее пыталась полюбить. Но что-то ничего красивого особо у меня не получалось. Темные оттенки могут пылить, осыпаться. Бывает, пляшиво наносятся. Часто у меня получалась какая-то грязюка непонятная, не супер красивая с ними. Здесь есть сильно хлопестый вот этот оттенок. Вот видите, какими он крупинками набирается. То есть надо еще... По руке я окей разотру, но по глазу вот это вот все как растирать, это вообще супер непонятно. Кисть он не переносится. Скатываться также может. В итоге вот этот мы выходит вычеркиваем из-за невозможности нанесения. И остаются какие-то вот очень похожие между собой серые сияшки. Вот, например, вот этот я пыталась долго приручить. Называется Хаб Хазард. Вот он. Но в нем больше грязюки, чем блеска. То есть если мы этот нанесем на веко, чуть-чуть растушуем. Вот примерно то же самое, как у меня был с теми Визиард. Так, очень яркая серая подложка. Вот вроде это вообще как серое пятно выглядит. Блеска почти нет. Куда-то он весь облетает, исчезает. Ничего не блестит. Вот эти две сияшки, они получше. Но вот эта вот сильно жирная она скатывается. Вот это не так уж и блестит. В итоге имеем, что имеем. Мне эта палетка не понравилась. Я ее, наверное, никому не советую. Буду продавать. Вот такие грустные истории. Хорошо, что я ее купила хотя бы на скидках. И сильно за нее не переплачивала. Сейчас поэтому тоже на всякий случай не спешу с палетками от Наташи Динона новыми. Голд и пятерочка новенькая. Потому что, ну, там тоже не такая цветовая история, чтобы я бежала волосы назад. Лучше дождусь каких-нибудь хороших, прихороших скидочек. И там уже мы с вами посмотрим, брать ее или она уже будет даже не актуальна. Так, теперь давайте отдельно еще покажу продукт, от которого я уже избавилась. Это будет матовый бальзам для губ от бренда Сими Хейс. Выглядит он вот так. Здесь все неправильно в названии. Начнем с этого. У меня были по большей части обманутые ожидания. Дело в том, что это прозренируется, как вы слышали, как матовый бальзам. То есть это должна быть матовая текстура и чувство какого-то увлажнения. Звучит очень прикольно. Сразу хочется попробовать. Но по факту это обычная матовая помада. Она, причем, знаете, такая полуматовая даже. Она может слегка-слегка отблескивать в каких-то ракурсах. То есть чуть-чуть увлажняющего они туда положили. Но также она и подсушивает. Какое-то ни то, ни сё получилось. При этом она стоит очень дорого. И там очень маленькая громовка. Я брала конкретно миниатюрку. Но после миниатюрки повторять в большом варианте мне не захотелось. Далее идем. Тушь Би Капсуль. Тушь Капсуль от Би Калор Профессионал. Я долго с ней мучилась. Наверное, полгода. Сейчас уже положила в расслабление. Ну, не идет она мне абсолютно. Я видела, очень многим она зашла. Смотрю блогеров Хари Бьюти. Потом Алекс Мят. Им она очень понравилась. Они даже в запас ее покупали. Но на мне она выглядит, на моих ресницах она выглядит отвратительно. У меня ресницы средней густоты, средней длины. И они от природы очень сильно завяты. У меня нету никаких завивалок для ресниц. Потому что мне повезло. Природа меня наградила естественным таким достаточно сильным завитком. И вот на моих данных она мне не добавляет густоты и длины. Примерно ресницы такие же чахлые, какие были. Такие и остаются. Смывается она очень плохо. То есть должна смываться горячей водой, чулочками. По факту она не смывается практически ничем. Надо сильно-сильно каждый раз стараться. Ну, а уж если она держит завиток, мне это неведомо. Потому что мне это не актуально. У меня завиток и так есть. Поэтому для моих нужд, эта тушь не зашла. Мне она не понравилась вообще. Далее идем. Вот тоже такой блеск, который у меня отложили на продажу. Я им один раз воспользовалась. Сразу поняла, что цвет не мой. Он очень хороший блеск. Замечательный. На официальных сводчах он так красиво выглядит на девушке. Но опять видно не мой цветотип. Потому что на мне выглядит хуже. Мне как-то добавляет, не знаю чего, усталости лицо. Спорят то ли с волосами, то ли с оттенком кожи. Давайте маленький сводчик сделаю. Ну вот это вообще не моя, как выяснила, цветовая история. Мне таких оттенков надо избегать. Я в принципе поняла, что на мне и модненькие коричневые блески не так уж и красиво смотрятся, как на брюнетках. Эктория бальзама Рот Эспрессо или вот этот новый коричневый блеск от Шик. Он не так грустно смотрится, как вот этот оттенок. Но все же свежестью моему лицу, вот эта коричневизна, не добавляет. Но все равно этим блеском я пока пользуюсь. Как-то там при помощи карандашей для губ я более-менее это все научилась уже вписывать. Но вот этот оттенок, он достаточно яркий на губах. Я не могу вписать. Замечательное качество. Но наверное, если у вас блондини старожеватые волосы, теплый потон, это не очень симпатично выглядит. Лучше этот блеск мы передадим в брюнетку. Далее давайте покажу вам последний, наверное, продукт, от которого я уже успела избавиться. Это Бобби Браун. Хайлайтер в лимитированной коллекции, которая вышла на Новый год, по-моему. Я его уже продала. Вижу, что сейчас его завезли у нас в Россию, во все магазины. И люди за ним охотятся. Друзья, ну если честно, он не достоин этой охоты. У Бобби Браун замечательный хайлайтер в классической версии. Вот в такой матрасике. У меня оттенок пинглоу, например. Вот он просто пушка-бомба-ракета. Замечательный запеченный хайлайтер. Очень красивый. Всем советую. А вот эта лимиточка, она была очень мучнистая, рыхлая. И блик был вот такой же невнятный, как у Make Up For Ever. То есть он особо не блестел. Был какой-то тусклый, некрасивый. Мое личное мнение, знаю, что, может быть, кому-то понравится. Кто-то их советует. Вот эти лимитированные хайлайтеры. Мне не зашло от слова совсем. Поэтому я его уже продала. Потому что надо успеть это сделать, пока он еще не потерял свою актуальность. Идем дальше. Дальше у меня тут лежит Сергей Наумов. Контуринг. Точнее, это называется у него жидкие румяна. В оттенке Under Control. Сам продукт замечательный. Не могу слова плохого сказать про вот эти кремовые румяна от Наумова. Они прекрасно выглядят на лице. Все с ними хорошо. Мне просто не понравился вот этот Under Control. Это что-то среднее между румянами и бронзером для очень смугленьких людей. Вот у меня есть подружка такая смугляночка. И она часто ищет такой какой-то кирпично-красноватый оттенок, который она одновременно использует и как румяна, и как контуринг. На ее смуглой кожи это выглядит замечательно. На мне вот это выглядит плохо. Моему лицу добавляется такая некрасивая, нездоровая краснинка. Поэтому надо брать другой оттенок. Если вы светлокожий человек, то я поняла, что в качестве бронзера там идет другой оттенок. По-моему, называется Hot Stuff. Надо брать его. А Under Control оставляем смугляночком. Далее идем. Вот такая штучка. Очень было много у меня надежд на этот блеск. От Charlotte Tilbury, видите, с такой помадой, которая зажата зубами. Интересный продукт в современной модной формуле. По текстуре, с худой, которая мне безумно понравилась по текстуре. Или вот с этим родом. Это что-то индиотичное. То есть они очень похожи, как выглядят. Губы выглаживает, сияет просто бешено. Все замечательно. Но опять тут меня подставила вот эта вот история с плампинг эффектом. Было заявлено, что это Volumizing Gloss. То есть что-то такое с объемом. Но я почему-то, когда покупала, не нашла информацию, что это будет сделано при помощи жгучего перца. И то опять-таки, да, Big Lip Plumpgasm. Называется вот этот пламп как раз-таки дается за счет перца. Мои губы очень к перцу чувствительные. Я тут перед продажей решила еще раз попробовать нанести на губы. И выдержала только 10 минут. Не сильно жгет. И я не могу с таким ходить. Поэтому буду продавать. Хотя эффект на губах просто потрясающий. Посмотрите, насколько он красивый, разглаживающий, сияющий. Просто 10 из 10 выглядит на губах. Но очень сильно жжется. Вот у меня тут еще лежит миниатюрка. Вот такая Too Faced Lip Injection. Вот где-то на уровне вот этого Too Faced. На мой вкус жжется. Может быть у кого-то будет другая реакция. Но мне вот так вот. Сильно-сильно неприятно. И также у меня здесь лежит бальзам от Рот. Который я занесла в категорию продуктов, которые мне не супер понравились. Честно, тут у меня какое-то несовпадение цены с эффектом. Мне в первую очередь не понравился аппликатор. Очень жидкая текстура. Вот такая же, как у Худы, как у Шарлотты. Которая, знаете, немножечко даже растекается по губам. И тут надо такой хороший, по идее, аппликатор. Чтобы это все нанести аккуратно. А аппликатор здесь не так. Это вот такой ностик пластиковый дурацкий. Мне бывает сложно это все красиво разнести по контуру. И все бы ничего, все бы ничего. Но 2800 я от него задала. Вот было бы где-то до 1000 рублей. Я бы, наверное, слова не сказала. Я бы кисточкой подтушевывала края. И была бы счастлива. Но за такую цену достаточно дешевенькая упаковка. Неудобный аппликатор. И в связи с этим новые оттенки мне пока покупать не захотелось. Не знаю. Может быть, когда-нибудь потом я вдохновлюсь. Или если мы все-таки поедем зимой в страну, где это все будет в легком доступе. Может быть, там по каким-то скидкам. По-моему, рот стоит оригинально 13 долларов. Если там, например, какие-нибудь скидки, чтобы за 10 долларов купить. Ну окей бы. Я бы, может, прикупила еще варианты. Но за 2800 больше брать не буду точно. Оно того не стоит. И последний, последний продукт, который я вам покажу. Это будет палеточка от Blend Bunny Cosmetics. Называется The Dollhouse. Хорошего много говорили. Но мне что-то не очень понравилось. Во-первых, здесь не сразу понятно. Но тут очень многие оттенки между собой на глазу супер похожи. Вот это сливается в один. Вот это сливается в один. Вот это похоже ужасно. В общем, по факту на такую большую палетку здесь всего лишь там макияжа где-то три. Разнообразных. Да, там нюдовый, фиолетовый и тепленький. Все, остального нет. Потом, сделано это все на моем любимом китайском заводе. Но конкретно в эту палетку дорогих формул, которые этот завод умеет делать, которые, например, кладут в палетке Encelerain, сюда не положили. Здесь все это такие обычные металлики с этого завода. То есть при всех их плюсах и минусах иногда что-то может скатываться. По-моему, особых проблем со скатываниями не было. Но и не супер классно сияет. Что-то вот, как я ее тестировала, наносила, она мне не очень зашла. Я вот сейчас понимаю, что лежит она у меня уже сто лет в шкафу. И как-то не нравится. Не нравится, рука не тянется. Корее всего, даже не буду больше париться. Я эту палеточку просто расхламлю. Куплю себе что-то другое, что меня будет больше привлекать. Поэтому уйдет просто она в расхламление. Никакого суперкрутого качества ни матовых, ни сияшек здесь нет. У Cosmic Brushes матовые лучше. У Encelerain и других инди-брендов многих сияшки лучше. Так что это такая на тройку. Палетка прямо на тройку. Больше что-то мне брать с новой палетки от Blend Bunny не хочется. А, ну еще я не отметила, что здесь очень дурацкое оформление. Уж лучше бы они какую-то фотку от нейросети разместили. Потому что оно очень скучное и дешевое. Вот у вас есть ощущение от этой обложки, что эта палетка там около 6 тысяч рублей стоит? У меня лично нет. Маркая, некрасивая, невдохновляющая. Поэтому, так как это мой личный рейтинг не очень хорошей косметики, это никакое, нету тут объективности, мне не нравится. В принципе, это все мои неудачи за полгода. Конечно же, это не случайно так получилось. Я очень-очень сильно стараюсь не покупать заведомо плохую косметику. Именно поэтому я не делаю обзор на всю линейку там новой коллекции Beauty Bomb. Потому что я заведомо уже посочью вижу, что это, это и это мне не понравится. Я от этого буду грустить. И, честно, я много трачу, объективно много трачу на косметику. Но если на что-то некачественное, мне даже 500 рублей потратить жалко. Вот то, что заведомо, я знаю, мне не подойдет. И у него плохие отзывы. И, скорее всего, оно будет некачественное. Мне даже 500 рублей потратить жалко. Поэтому я максимально стараюсь какую-то плохую косметику не покупать. Но, как вы видите, иногда неудачи случаются. Надеюсь, я и вас от неудач уберегу. Поэтому подписывайтесь и дальше на мой канал. Будем вместе делать обзоры, смотреть на хорошую косметику. Также ссылки на все мои социальные сети будут внизу. А на этом на сегодня все. Всем большое спасибо, что были со мной. И всем пока!